Извините, а существует ли чистилище на самом деле? Что? Существует ли чистилище на самом деле? Садитесь. Задал вопрос, существует ли чистилище на самом деле? Чистилище или по-латински purgatorium – это то, во что верят римокатолики. Есть отличие православного понимания загробной участи человека от католического. В чем оно заключается? У нас нет учения о чистилище, но у нас есть учение о мотарствах. Православная церковь учит, что когда человек умирает, то в течение первых трех дней душа находится рядом со своим телом или в тех местах, которые были ей дороги при жизни. Я своим прихожанам говорю, как только умрете, нечего болтаться перед своим телом. Сразу отправляйтесь в Иерусалим, душа перемещается очень быстро, стремительно, и проведите три дня у гроба Господня. Вот это будет надежно. Совершенно бесплатно и без визы. Что происходит? Что происходит на третий день? Когда душа предается земле, то совершается с третьего по девятый день вождение этой души, ангелы, два ангела ее водят, показывают ей красоты рая и ужасы ада. Они показывают ей все, и в книге езды сказано, что будет показан чертог райский, приготовленный именно для этого человека, куда он не попадет, потому что он жил не по воле Божией, не уповая на Божье милосердие. А вот с девятого по сороковой начинаются мытарства. Мытарства, их существует 20 мытарств. Это прохождение как бы по некой лестнице. Эту лестницу видел Божий пророк Иаков. Иаков, она называется еще лестница Иакова. Она находится в Святой Земле. То есть на девятый день, хотите вы или нет, туда ваша душа улетит. И вот там будет восхождение. Иаков видел ее близ Вифилия, но она была в сторону горы Мариам. И она проходит как раз над тем местом, где был Иерусалимский храм. То место, которое называется «Господь усмотрит» или «Господь услышит». И это лестница Божия. Но бесы стоят с разных сторон. Это духи, которые последовали за дьяволом. Это существа очень сложные, о них трудно нам рассуждать. Они стараются сталкивать человека. И есть разные мытарства. Мытарство, например, блуда. Если у человека были грехи нецеломудренного поведения, он может прямо тут же сорваться и упасть. Есть мытарство сребролюбия. Кто-то вообще любит деньги. И вот есть разные мытарства. Есть мытарство не милости. Оно последнее мытарство. Как бы уже завершение. Если ты не милосерд, то к тебе тоже не будет проявлено милосердие. И естественно возникает вопрос. Если все мы грешники, как я сказал, все мы хорошо замаскированные грешники, то как же мы пройдем мытарство? В церкви есть все необходимые средства для того, чтобы человек мог решить вопрос своего спасения. Однажды в храм ко мне пришел один мужчина и сказал, я хочу поисповедоваться. Я говорю, ну давайте, начинайте. Он говорит, у меня грехов нету, я всю жизнь живу хорошо, у меня грамоты одни, награды есть правительственные. Жене не изменял ни разу, бросил курить. Я говорю, это что, исповедь? Он говорит, а как? Я говорю, надо говорить о своих недостатках, о грехах. Он говорит, у меня их нету. Я говорю, тогда вам надо ходить, знаете куда, идите в мечеть, в синагогу. Вот там собираются люди, которые автономной праведностью хотят забраться на небеса. А мы, христиане, мы считаем себя грешниками. И все обряды и таинства, которые у нас есть, они для грешников. У нас крестят человека, чтобы снять с него все грехи, включая первородные. Исповедуют человека, чтобы снять ответственность за грех, как за поступок. Но причащают после этого тоже в оставлении грехов. Каких грехов? На исповеди сымается ответственность за грех, как за поступок, а в причастии попаляется склонность к греху. Соборование у нас, есть такое устоявшееся предание, забытые грехи снимаются. Сказано, помолиться и грехи простятся ему. У нас даже хиротония, ук положение. Благодать немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Прямо какая-то реанимация. Я говорю, у нас все для людей контужено грехом. Поэтому, если ты считаешь себя праведным, тебе нет места здесь. Но каждый из вас, сидящий в зале, знает о своих грехах. Поэтому вы должны понять, что церковь – это то самое место, куда должен идти грешник. Потому что Христос и говорил, что Он пришел спасать грешных людей. И если человек говорит, как я пойду в церковь со своими грехами, он очень неправильно говорит. Как раз с грехами-то и надо идти в церковь. А куда же ты с грехами пойдешь? В виноводочный отдел, что ли? Успокаивать свою душу? Предавать забвению совесть? Нет. Поэтому вот те люди, которые исповедуются и будут проходить мытарство, бесы-мытники, откроют свои книги, и те грехи ваши, которые они записали, а вы их исповедовали, они увидят, что изглажены. Эти грехи нету ничего. Ты соборовался, там, забытые грехи. Все изглажено. И тогда отцы говорят, они будут клеветать на вас. Они будут говорить, он грешник, будут называть грехи, в которых ты исповедовался. И вот здесь важно, чтобы в этой земной жизни мы воспитали в себе веру в Божье милосердие. И чтобы вот в этот момент, последней битвы с силами зла, мы не смутились бы и сказали бы, грехи наши омытой крови Иисуса Христа. Ведь что принес Иисус Христос? Он принес нам, думаете, прощение? Нет. Милость? Не совсем. Что такое прощение? Это когда ты виновен, но тебя прощают. Мы тебя прощаем. Что такое милость? Ты виновен и заслужил наказание. Тебя не будут наказать. Христос принес нам оправдание. Апостол Павел пишет, во Христе Иисусе вы оправданы, кроме Агнца. А что такое оправдание? Вот представьте, суд. Сидит судья. Справа, значит, адвокат, слева прокурор. Прокурор, обвиняющий нас, это святой буржий закон. За грех смерти. Адвокат, защищающий нас, посредник между Богом и человеками, Христос и Иисус, который умер за все наши грехи, принес жертву милостивления. И судья выносит приговор, оправдан. Что значит оправдан? Никогда не был виновен. Как такое может быть с твоими и моими грехами, что мы получаем не прощение, не милость, а именно оправдание? Потому что кровь Иисуса Христа, как пишет апостол Павел, она смывает всякий грех. Как у пророка Исаия сказано, если грехи твои будут, как багряны, как снег, убелю их. Поэтому для человека разумного, даже если у него серьезнейшие проблемы, у него есть возможность решить эти проблемы с помощью духовников в церкви, крестившись, если он не крещен, исповедовавшись, если есть греховные поступки, а если есть склонность к грехам причаститься, чтобы попалить саму склонность. И поверьте мне, чем чаще человек участвует в таинствах церкви, тем более ослабевает власть греха.